Костя, привет! Разреши начать с празднования днём рождения. Прошедшим совпало тот день рождения с выходным днём команды, который получили после победы от Чертанова. Расскажи, как отметил праздник? Спасибо. Да, как раз был выходной. Но самое главное, что команда, наверное, поздравила, это победа, самое важное. А так, тренинговый штаб весь поздравил ребятам. Мы немного отдохнули, сходили в аквапарк, поэтому хорошо провели время. Ну и оставалось уже готовиться к предстоящему матчу, который будет уже в субботу с Челябинском. Поэтому хорошо провели время. Вообще, ты исполнился 21 год. Насколько тяжело в таком возрасте встречать днём рождения, чем жить вдали от друзей, родных? Да, на самом деле, родители говорили, что очень далеко уехал из дома. Но здесь нет никаких проблем. И по видеосвязи пообщался с родными. И все друзья, кто из родного города, поздравили. Ребята с прошедшей команды тоже много кто поздравлял. Поэтому здесь нет проблем. Ну и уже родные, наверное, смотрят календарь, когда будет поближе где-то в Москве. Планируют посетить матч с участием Новосибирска. Поэтому будет поддержка и на выезде. Ну вообще, вижу, что, по-моему, мама твоя достаточно часто пишет комментарии ВКонтакте, следит за новостями за жизнью клуба. А ты сам читаешь комментарии в интернете? Да, слежу, конечно. Ну мама вообще активный болельщик в соцсетях. Да и если можно заметить, и отец тоже постоянно какие-нибудь фотографии, когда укладывается, то есть, наверное, все там поставил нравится, лайкнул, поэтому все следят за новостями в соцсетях, поддерживают. А так, да, читаю, бывают комментарии. И, конечно, интересно, что нас думают болельщики. Может быть, что-то еще улучшать в своей игре где-то больше, наверное, стараемся, чтобы больше было позитивных комментариев, чтобы радовать их своей игрой и чтобы больше приходило уже на стадион. Ну мы это и замечаем. С каждой игрой все больше и больше людей интересуется новосибирскому, приходят на стадион. Как раз и в этом сезоне вернулся активные болельщики Ультрас, тоже, что неважно, немало важно для клуба. Поэтому всех благодарим за это и будем продолжать радовать результатам, ну и самой игрой. Вообще, буквально вот там, через несколько дней после подписания контракта тебя пригласили на встречу с болельщиками. Волновался ли ты перед ней? И вот тогда, когда пришло всего 25 человек, как много миллионов в Новосибирске, что подумало об интересах футбола в нашем городе? Да нет, не волновался. Наверное, уже какой-то опыт есть с болельщиками, тем более не первый год в футболе. Да нет, я все равно знал, что как бы и здесь любят футбол. Да, может быть, где-то и побольше сейчас в аудиторию хоккейной команды, но клуб с историей, клуб любят, активно поддерживают. Поэтому знал, что будет хорошая поддержка, даже не сомневался. Поэтому оставалось только дело за малым, за нами, за командой подготовиться и уже давать результат. В нашем городе это получается около двух месяцев. Как обжился и ты сказал про аквапарк, какие-то еще, может быть, любимые места появились в Новосибирске? Ну да, потихоньку осваиваюсь. Был на набережной прогулялся, где-то по центру города чуть-чуть осваиваюсь. В скором времени хочу, так же сказать, обстить матч хоккейной команды. Очень хорошие отзывы, поэтому заинтересован в этом. Не был в зоопарке, это, наверное, тоже одна из таких достопримечательностей Новосибирска. Один сам, ну сам, может быть, большой в России, поэтому тоже стоит посетить. А так чуть-чуть осваиваюсь, гуляю по городу немного. Тебя в масштабах Новосибирска, наверное, не удивить, потому что сам из Питера. Расскажи немного о своем детстве, о начале футбольного пути. Если Питер, значит, мечтал попасть в «Зенит». Наверное, да, все хотят попасть в «Зенит», но, конечно, это сложно. Тем более, сколько ребят приходят заниматься футболом. А так, до профессионального уровня, конечно, с детства играл в питерских командах. Да, там поменял несколько школ по разным причинам. Ну, а в дальнейшем уже как раз был первый опыт, и когда уехал из дома, от дома, то есть 18 лет, когда уже первое подписание контракта было. И уже через два с половиной года оказался здесь. Ну, все хорошо, как бы я привык, да, большой город. Здесь нет никаких, так скажем, рамок, может быть, все привычно. Да, есть какие-то различия с прошедшей командой, допустим, где я был в Муроме. Там, конечно, очень маленький город, всего 100 тысяч населения. Где-то было непривычно. Ну, нужно было как-то привыкнуть к таким условиям. Здесь единственное, что, да, далеко от дома, но все нормально. В общем, Муром, твой первый профессиональный клуб. Как получилось, что именно там ты оказался после всех футбольных метров в школах? Да, ну, заканчивал Академию Алмаз-Антей, и там как раз был знакомый тренер, кто познакомился как раз попал туда. То есть сказали, такой-то, такой-то, такая-то позиция, и привлек свое внимание. Да, приехал на просмотр, буквально через неделю-две уже решили со мной подписать контракт. Так и началась моя футбольная карьера. Сложно поверить, вот даже по тем матчам, что мы видели, но ты за два года в Муроме забил всего лишь один гол. Как так получилось? Может быть, дело в том, что я видел, ты в первом сезоне вообще был за его как защитник? Да, наверное, когда только пришел, играл больше левого защитника. Дальше смена тренера. Пришел всем известный, наверное, для Новосибирска, там, Евгений Калаевич Перевертайло, который здесь работал. Он уже больше меня использовал как латералев, то есть нужно было как в атаке участвовать, так и в обороне активно. И должен был находиться где-то широко в полузащите, то есть на самом выровке, можно сказать. Из-за этого, наверное, где-то были, может быть, трудности в плане того, что не был, может быть, так нацелен на атаку. Ну и плюс еще привыкал, наверное, к профессиональному футболу. Если говорить там по прошлому сезону, он уже меня вставил где-то справа больше. Да и по статистике, наверное, можно посмотреть, больше получалось где-то, наверное, уже привыкал уже еще больше. И больше голевых моментов было. Да, где-то, может быть, не везло, но так случилось. Да, там, и мог забивать, и больше отдавать. Ну, надеюсь, Новосибирск здесь больше порадует своей результативностью. Тем более уже забил свой первый гол, еще оказался победным. Рад, что я смог помочь команде. А с голевой передачей на Макурина разобрались ты или Рожков? Ну, вообще, Никита сказал, что он не касался мяча как раз, поэтому, если смотреть там на разных сайтах, где-то записали на меня. Если смотреть, где рассчитывают все показатели результаты, как у нас сейчас, там записали на него. Но он говорил, что не касался, поэтому должны были записать на меня. Я думаю, он нас услышан. Как ты игралась с Романом Беляевым? Хорошо, ну, вот, как раз, когда пришел Ген Калач, пришли много ребят, кто поиграл в Новосибирске. Это Илья Трунин, Рома Беляев, Виталий Запрутских, Никита Сергеев, странный защитник. То есть много кто здесь был, все помогали, передавали какой-то опыт. Ну и хорошо рассказывались о городе Новосибирске, много о них, что узнал, много перенял опыта. Также забыл про Григория Чиркина, тоже здесь он сам с Новосибирской. Тоже много чего мне рассказывал и делился своим опытом. Но у тебя есть объяснение, почему вот столько игроков из Новосибирска оказались в Мурме? Потому что в обратном направлении вот ты пока первый, единственный. Не знаю, ну, наверное, это, наверное, связано с Евгением Николаевичем. Он позвал, там, сначала первый приехал Виталий Запрутских, потом уже Илья Трунин, Илья Трунин, там, посоветовал еще других игроков. Гриша Чиркин тоже один из первых, кто приехал вообще в команду. На самом деле, рад, что они были в команде, рад был играть с ними. Очень хорошие игроки. И жаль только, что мы закончили, там, на четвертом месте. Одного очка не хватило до третьего. Но команда была очень хорошая, был коллектив. И за счет этого мы добивались результата. Ну, а насколько все-таки тяжело удалось решение перейти в Новосибирск, расстояние, часовые ПСА, или вот все услышанное от сомнений избавило? Да, и мог на самом деле тоже оставаться Мурме. Ну, по некоторым причинам были, там, предложения поехать, там, просмотры тоже первой лиги. После уже, наверное, когда у нас заканчивался сезон, там, 10 июня, уже где-то ближе к июлю, к концу месяца, то есть поступило предложение, узнал о интересе Новосибирска. И, наверное, через пару дней уже приехал, даже никому не задумываясь. Я уже узнал там представление об этом клубе. Много с кем поиграл, кто был здесь. Поэтому осталось только приехать, показать себя и уже помогать команде. Как тебе новый формат второй лиги? На самом деле интересный, в том плане, что много команд, кто... Очень равных команд, кто закончил в первой пятерке с каждой группы прошлого сезона. Поэтому все матчи, можно сказать, равные. Нужно, так сказать, все свои моменты не отпускать, на 100% реализовывать. Как мы видим, очень много ничьих, потеря очков даже и лидеров. Поэтому, да, интересно. Дальше, конечно, мы хотим и в золото попасть. Там будет еще сильнее команды. С... Тоже с большой аудиторией, с историями. Поэтому... Поэтому здесь формат как близок даже к первой лиге. То есть и команды есть, кто, допустим, золото там сейчас только что вылетел. Есть команды, кто хочет туда и хотят вернуться. Поэтому все напряженно, все равные команды. Думаю, интересный формат. На тот же основной, за счет чего Новосибирск находится сейчас на том месте, на котором находится. Я думаю, здесь работа каждого сотрудника клуба. Это не только команда и футболистов, но и тренерского штата, медицинского штрафа, и просто работников клуба, также болельщиков. Все взаимосвязаны, все поддерживают друг друга. Поэтому мы с таким хорошим коллективом понимаем, понимаем, что для такого города, для такой команды нужно только двигаться вперед и уже побеждать, выходить из золота, а там же и стремиться попасть в первую лигу. Судя по результату матча с Чертанова, осечка в Барнауле на кубковом матче никак не сказалось на команде. Прав ли я и, может быть, наоборот, какие-то положительные моменты извлекли из этой игры? Наверное, да. Какой-то нам опыт дал игра в Барнауле. Ну и там, на самом деле, если посмотреть, то мы, можно сказать, переиграли соперника. Было очень много моментов, особенно не забитых. Вот. У соперника было там буквально 4 подхода и 3 забитых мяча. Конечно, хотели реабилитироваться, прежде всего, перед нашими болельщиками и показать, что это была какая-то случайность. Рад, что приели хорошую игру, особенно первый тайм, где Чертанова даже моментов не было. Только все было за нами, и поэтому сразу забили 3 мяча в первом тайме. Единственное, что да, во втором где-то чуть сели, моменты у Чертанова попадали, попали, появились. Но в целом игра хорошая была, раз, что смогли реабилитироваться и перед болельщиками тоже. Начали мы разговор с того, что тебе исполнился 21 год, это значит, что последний год, когда ты лимитчик под позиции молодого футболиста, помог тебе лимит закрепиться в профессиональном футболе? И вообще, твое отношение к лимиту во второй лиге? В каком-то плане, да, там, лимит дает там, право молодым игрокам набираться опыта. Тем более, вот, в Муроме я там постоянно играл в старт на составе, там, за исключением там, нескольких матчей каждого сезона. Но, не считаю, что лимит, это, да, понятно, это условно на регламент там, второй лиги и там, где нужен только один лимитчик. Но, у всех обязанности одинаковые перед каждым футболистом. Поэтому, даже перед молодым игроком ты должен давать результат кладется на все 100%. Обязанности у всех одинаковые. Да, да, конечно, условный регламент дает молодому где-то больше развиваться и все. Еще лимитчик Новосибирска Глеб Бахарев, вы с ним примерно одновременно появились в команде, играете на схожей позиции. У вас есть какая-то конкуренция в основе или вы наоборот вашей трубой помогаете? Как у вас строятся взаимоотношения? Ну, естественно, конечно, мы с другим конкурируем, но это только на поле, за полем хорошо общаемся, тем более он сам тоже из Петербурга, я его знал по Сдюшор-Зениту, видел, он хороший игрок и видел, как он много забивал, тогда он еще играл центрального нападающего, поэтому здесь нет никаких проблем, главное, чтобы была здоровая конкуренция, чтобы мы друг друга поддерживали, неважно, кто там сегодня выйдет на поле, сегодня он даст результат, завтра я, так и получается, с форта он забил победный мяч, где-то потом я вышел, забил, здесь нет никаких преград, наверное, какой-то злости на друг друга, главное, чтобы была здоровая конкуренция. Челябинск стартовал не очень хорошо, но в последнем матче создал по стату 22 голевых момента, чего ждете от субботней игры? Будет интересная игра, ну и в Челябинске очень много хороших игроков, кто и в прошлом сезоне с кем-то встречался, там по текстильщику особенно, много ребят оттуда, да, хорошая команда, ну конечно, в начале сезона еще все, когда все не сыграны, есть проблемы у каждой команды, наверное. Сейчас, да, все как-то более-менее сплоченные, поэтому набирают больше очков, и я думаю, будет очень такая сложная для нас игра, потому что Челябинск тоже у них есть задача выходить и в золото, и в первую лигу, здесь предстоит хорошо их разобрать и уже подготовиться в такое важное, одно из важных игр в первом круге. Ну и в завершение давай проведем небольшой конкурс, мы сейчас покажем фотографию, которую сделали перед выездом на предыдущий матч с участием Константина Попова, ну а ты расскажи об условиях конкурса. Да, была фотография, где я перед выездом нес такой чемоданчик в слове таки кавы, болельщикам нужно догадаться, так сказать, что было именно в том ящичке. Мы подарим, получается, вымпел Новосибирска и спешусь. Можешь уже просписаться. Да. Условия таковые, нужно будет кто-то должен угадать правильно или можно оставить смешной комментарий, какие-то идеи, что было там. Все. Дальше далее мы уже через какое-то время подарим вам вымпел атрибутику для Новосибирска. Принимаем ответы в комментариях к этому интервью ВКонтакте и Телеграме. Спасибо, Константин, удачи в следующих матчах. Спасибо. Спасибо.